Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 января, когда поливать рассаду в первый раз. Очень важная тема полива, потому что все мы любим поухаживать, как я уже говорила, все мы любим полить, немножко полить чем-то там. Я сейчас расскажу вот про свои первые посевы, которые для супер раннего урожая. Посеяны 23, сегодня 30. Прошла неделя. Даже при посеве полива у меня не было поверхностного, я уже говорила. Все ссылки о том, как я сеяла, я добавлю в описании к этому видео. Посмотрите. Самое первое, что я сделала, первый уход, это рыхление. Я прорыхлила и почва, моментально верхний слой разрыхленный, он, конечно, подсох. И если мы посмотрим на этот лоток вот просто, не задумываясь, не углубляясь, то покажется, что им уже требуется полив. Ну и по срокам. Прошло ровно 7 дней, это неделя, а я говорила, буду поливать раз в 7-10 дней в зависимости от температуры. Температура, при которой они растут, 23 градуса. Довольно-таки высокая. И, казалось бы, все нам указывает на то, что пора их полить. Вот сегодня, прямо сейчас, можно их немножко полить и смочить. И кажется, что их вроде и жалко, что они в сухой земле. И многим кажется, что если мы их польем, они лучше будут расти. Но, с одной стороны, да, во влажном грунте они, может быть, и лучше будут расти. Но мы не должны забывать, что перевлажнение всегда ведет к образованию различных заболеваний. К началу провоцирует их. Я сейчас покажу вам, как делаю я. Удлиняться не будем. Несмотря на то, что грунт сухой, я всегда делаю немного, как бы, замер влажности в более низких слоях, там на глубине. Вот, или ковырялкой, или любым. Чуть-чуть-чуть вскапываю. И туда, если вниз, мы проберемся. Беру. Ну, это я сейчас вам говорю. Беру пробу, все. А если просто, я просто пальчиком вот так расковыриваю, и палец туда погружаю, и даже по пальцу видно, что там влажно. Если бы было сухо, во-первых, он не заморался бы, видите, он заморался. Во-вторых, видно, сейчас я посмотрю, видно вам или нет. Видно, что земля-то, грунт-то, все-таки еще влажноватый. Он даже на ощупь. Но это не обязательно. Я не всегда так делаю, что вот прям на ощупь, ну, вот сейчас вот разминая его, я чувствую, что он еще влажный. И по моим, все это, конечно, приходит с опытным путем, опытным путем, с годами. И вот по моим ощущениям, сегодня поливать их еще рано. Я полью через два дня примерно, это будет сегодня седьмой, восьмой, девятый. На девятый или на десятый день и будет нормально. Поливать буду, между рядами, опять не буду я мочить так же, как при посеве. Поливать буду только те строчки, где растения. Потому что, вы поймите, им сейчас надо очень-очень мало жидкости. Вот у них корешки вот вообще крошечные. Они пьют мало. Им бы с этой жидкостью справиться, который при посеве я им дала. В этих, это я между рядами проверила, которые не проверяла. А представьте, как влажно вот здесь, где я проливала до жижи, до грязи, вот эти бороздки, когда сеяла. Им бы с этой влагой справиться, хотя бы эту потребить, использовать. А я, если сейчас налью еще, это будет уже чрезмерно. Буду поливать через два дня. Я покажу вам и расскажу, что мы можем добавить, совместить с чем можно полив. Я совмещать, наверное, ни с чем не буду. Мне ничего не нужно. Но у меня особый случай, потому что я удобрила весь грунт и все добавила при подготовке грунта. Но вот сейчас многие говорят, а я ничего не добавляла. С осени простую землю заготовила. Там нет ни суперфосфата, ни калия, никаких ни золы нету, ни перегноя нету. И я вам подскажу, если в грунт вы ничего не добавляли, если он у вас получился несбалансированный, и еще хуже, обедненный, бедненький, то можно все это исправить во время полива. Можно совмещать. Сейчас очень много всяких биопрепаратов, которые безвредные, экологически чистые, но которые могут выправить ситуацию. И вот тем людям, у кого такая ситуация сложилась, нужно поливы совмещать вот с этими добавками. Во время полива мы будем понемножечку добавлять им. Это будет и питание, и повышение иммунитета, и стрессоустойчивость. Ну все, обдуманно нужно делать, грамотно, и в разумных пределах, прямо микроскопических, нано-подкормки. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok